23 октября, середина осени, а у нас в саду весна, самая натуральная. Примулы цветут, притом цветут не единичными какими-то там забледышами, а такое полноценное красивое цветение. Ну, вообще осеннее цветение примул это не уникальное явление, довольно часто встречается. Но, как правило, там единичные цветки. Но в этом году, видимо, из-за таких погодных условий, когда июнь стояла жара под 30 градусов, июль был холодный, влажный, то есть растения решили, что пришел период покоя, можно отдохнуть, а потом опять взбодрились и сейчас почувствовали себя уже в весеннем состоянии. Цветут не одиночные цветочки, как мы видим, разные сорта. Разные группы примул. Хорошо это или плохо, но тут сложно говорить. Частично почки, те, которые заложились цветочные для весеннего цветения, они уже сейчас будут использованы. Но будем надеяться, что что-то из пазушных, из запасных почек еще разочек у нас проявится и даст все-таки нормальное весеннее цветение. И вот эти вот сорта с довольно-таки необычной окраской решили порадовать нас осенью. Ну, хотелось бы, конечно, их увидеть еще и весной. Примула Юлия не так обильная, как бестибельная цветет, но тоже единичные цветочки кое-где встречаются. Здесь вот тоже довольно-таки обычные наши примулы. Но все равно вне сезона каждое цветение, оно воспринимается как какое-то маленькое чудо. Вот тут вот даже этот ушковый примула пытается зацвести. Частично прихваченный заморозками бутона. Частично что-то пытается открыться. Зацвел и мой сеец с такой довольно-таки уникальной окраской, темно-коричневого такого цвета. Радовал, конечно, весной, но и сейчас смотрится довольно экзотично. То есть осень в этом году нас порадовала весенними красками.